Большое спасибо за помощь с видео Музею техники Apple в Москве. Очень советуем посетить. Тут вам и экскурсии проведут, и каждый гаджет покажут. К тому же, в отличие от некоторых музеев, все гаджеты можно потрогать и посмотреть самому. Ссылка в описании. Все рано или поздно заканчивается. В том числе хорошие истории. Точка в сегодняшней была поставлена 11 мая 2022 года, когда Apple объявила о прекращении производства плееров iPod. Гаджетов, которые перевернули наше представление о портативном звуке. Сегодня мы поведаем вам всю историю iPod. От идеи создания гаджетов, которые, кстати, поначалу не верили, до ошеломительного успеха, а после постепенного угасания линейки портативных плееров Apple. В общем, приготовьтесь к приступам ностальгии, разомните олдскулы, чтобы не сводило, мы начинаем. Глава 1. От идеи к воплощению. Как и в любой хорошей истории, в этой должен быть герой. И он есть. Но в этой главе это не Стив Джобс. Идея создать плеер с жестким диском пришла в голову американскому инженеру Энтони Фаделло. Какое-то время он работал в компании Philips, но, судя по всему, там Тони было тесновато. Он хотел что-то свое. В 1999 году Фаделл решил основать собственную компанию под названием Fuse. И одно из устройств, которое он хотел создать, как раз и был портативный плеер с жестким диском. Но одной мечты, конечно же, мало. Нужны деньги. А быстро найти инвесторов Тони не смог. По каким-то причинам компании не верили в будущий продукт. Возможно, потому, что на рынке уже были компактные плееры Sony Walkman. Они были очень популярны. Название Walkman стало нарицательным. В умах некоторых людей оно уже обозначало вообще любое портативное аудиоустройство. Примерно как памперс-подгузники или ксерокс-копировальное устройство. Но многочисленные отказы нашего героя не сломали. И в итоге он оказался у стен Apple. На тот момент в компании как раз прорабатывали идею создания своего аудиоплеера. За разработку отвечал Джон Рубинштейн. Вице-президент яблочной компании по аппаратному обеспечению. Он уже какое-то время искал человека, который вплотную возьмется за работу над новым продуктом для Apple. Инвестировать в компанию Тони Купертиновцы не стали. Но Рубинштейн предложил Фаделлу подписать контракт с Apple. И тот согласился. Ведь мечту надо было воплощать в жизнь. Фирма Тони выступала в качестве подрядчика. Разумеется, не обошлось без личной встречи с главным персонажем истории Стивом Джобсом. Его фамилия в этом ролике, конечно, будет звучать не так уж и часто. Но надо понимать, что Джобс контролировал разработку всех айподов вплоть до 2011 года, когда гения не стало. Джобса заинтересовала идея Тони создать компактный плеер с жестким диском на борту. Без каких-либо дополнительных носителей. И что немаловажно, уже тогда он и Фаделл обсуждали идею создания интернет-магазина музыки. В общем, Джобс дал Фаделлу зеленый свет. И началась работа над созданием гаджета, которому суждено было войти в историю. Тони возглавил команду разработчиков. А Джон, который и взял его на работу, решал вопросы с внутренними компонентами. В частности, договорился с компанией Toshiba об эксклюзивных поставках сверхкомпактных жестких дисков. Ну а над дизайном, конечно же, работал даже тогда небезызвестный Джонатан Айв. Без кисти Джонни Айва, ну или карандаша, что там у дизайнеров. Apple Pencil'а тогда еще не было. Apple была бы совсем другой компанией. И айподы подавно были бы другими. На разработку первого плеера Apple ушло всего 11 месяцев. А для гаджета, который разрабатывали с нуля, это очень быстро. Нынче даже минорные инновации в смартфонах планируются на пару-тройку лет наперед. Одной из главных проблем стало высокое энергопотребление жесткого диска. Постоянное вращение быстро высаживало батарею. Но инженеры Apple пошли на хитрость. Главную плату Айпода оснастили небольшим банком памяти. Его хватало буквально на несколько песен. Но и этого было достаточно. Айпод загружал жесткого диска в память на плате, текущую песню и несколько следующих. И пока они проигрывались, жесткий диск уходил в спящий режим и не вращался. Только если пользователь перематывал треки, тогда уж банк перезаписывался нужными песнями. Это позволяло Айподу работать в среднем от 8 до 12 часов. Просто и в то же время гениально. А что по названию? Еще до анонса плеера у Джобса уже был готов просто лучший рекламный слоган. Тысячу песен у вас в кармане. Поэтому ему не хотелось, чтобы в названии гаджета было что-то связанное со словами «песня» или «музыка». Иначе в сочетании со слоганом получилось бы «масло масляное». Название Айпод предложил внештатный копирайтер Apple Винни Чиеко. Он опирался на две вещи. Во-первых, не использовать слова «музыка» и «песня», как было сказано выше. А во-вторых, Джобс постоянно описывал стратегию некого цифрового хаба от Apple, где Mac – центральная точка подключения для других гаджетов. Та самая экосистема. Да. За основу Чиеко взял космический корабль из фильма Кубрика «Космическая Одиссея». В картине у корабля был отделяемый маленький спасательный модуль белого цвета под названием «Ева-Под». Вот и концепция. У нас есть главный корабль «Мак», как точка подключения устройств, и отделяемая капсула «Плеер», который должен постоянно возвращаться на условный корабль. В нашем случае за зарядкой и новой музыкой. Далее, к слову «Под» добавляем префикс «i», как в iMac. И вот оно, простое и в то же время запоминающееся название для плеера. Глава 2. Презентация iPod'а. Состоялась она 21 октября 2001 года. Во время выступления Стив Джобс сравнил размеры плеера с колодой карт. Правда, по толщине это было скорее две колоды. Ну да ладно, на это уже маркетинг. Выпускался плеер в версиях с жестким диском на 5 и 10 гигабайт. Первый iPod работал от одной зарядки до 12 часов и уже имел фирменное колесико управления. Тогда еще не сенсорное. Стив Джобс рискнул пообещать, что с iPod'ом прослушивание музыки уже никогда не будет прежним. И он оказался прав. Плеер произвел эффект разорвавшейся бомбы. Только за первый финансовый квартал компании удалось продать 125 тысяч плееров. Причем стоил он 399 долларов. А это ой как немало для подобного устройства. Причем что тогда, что сейчас. Но минусы у первого iPod'а конечно были, помимо цены. Во-первых, к компьютеру он подключался через интерфейс FireWire. Да еще нужен был именно Mac. Поддержки Windows не было. Вообще не было. Хочешь слушать музыку с iPod'а? Покупай iMac. Вот вам настоящая закрытая экосистема. Ну и конечно габариты. Почти 2 сантиметра в толщину это все-таки много. Если ты не Ивлеева. Сложно разглядеть вообще где собственно. Тут бы стоило отметить еще один жирный минус. Который объединяет все классические iPod'ы. Но об этом чуть позже. Глава 3. Хронология. Второе поколение iPod'а вышло в 2002. Причем появилось два варианта плеера. Для Mac'а и для Windows. iPod получил версию с жестким диском на 20 гигабайт. А вот ценник на начальную версию даже упал до 300 долларов. Дизайн остался прежним. iPod третьего поколения вышел в 2003. Он получил версию с жестким диском емкостью уже аж до 40 гигабайт. При этом стал тоньше на 20%. Компактность для плеера это конечно важно. Но уменьшая корпус инженеры почти всегда вынуждены уменьшать и емкость аккумулятора. В итоге третий iPod жил от одной зарядки уже не 12 часов, как второе поколение, а 8. Ох уж этот вечный компромисс между компактностью и автономностью. В третьем поколении iPod'а дизайнеры разместили кнопки под экраном, а кольцо управления стало сенсорным. Кроме того, это первый плеер Apple, в котором использовался тот самый 30-пиновый коннектор. В какой-то момент в Apple пришли к выводу, что надо расширять линейку плееров. В начале 2004 года появился iPod Mini. Он был, что следует из названия, меньше классического iPod'а и имел память лишь в 4 гигабайта. В этом поколении плееры впервые получили яркие цвета. И именно с выходом iPod Mini сенсорное колесико управления объединили с кнопками. Появился легендарный ClickWheel, на долгое время ставший визитной карточкой iPod'ов. Использовать ClickWheel безумно удобно даже сейчас. При движении пальца по колесу плеер издает приятные щелчки и хочется просто водить пальцем по кругу. Туда-сюда. Трудно описать для чего, но хочется. В общем, у кого был или еще есть iPod с ClickWheel, меня понимают. Если ты один из них, ставь лайк. В июле 2004 года вышел iPod 4 поколения с монохромным дисплеем, но с 2005 года получил цветной, способный отображать тогда лишь 65 тысяч цветов. В названии появилась приставка фото, при этом на бумаге поколение осталось четвертым. Хотя, на мой взгляд, апгрейд с монохромного дисплея до цветного вполне себе заявка на новое поколение. Но нет. iPod Photo мог работать до 5 часов в режиме слайд-шоу и аж до 15 в режиме проигрывания музыки. Плеер выпускался с памятью до 60 гигов, а это десятки тысяч фотографий и песен. Неплохо так для 2004 года. В январе 2005 Apple выпускает очень необычный продукт iPod Shuffle. Это самый простой и дешевый плеер компании. Стоимость начиналась от 99 долларов, а внешне плеер был похож на компьютерную флешку. Он даже подключался к компьютеру через USB разъем. Главная фишка iPod Shuffle и в то же время главный недостаток это отсутствие дисплея. Девайс не выглядел как что-то дорогое и современное, что выбивается из концепции, которую продвигала Apple все это время. Но компания рискнула и свою нишу Shuffle все же занял. Это были те люди, у которых один единственный плейлист с кучей любимых треков. Как сейчас в музыкальных сервисах плейлист с избранным. Выпускался самый бюджетный плеер Apple с 512 мегабайтами или 1 гигабайтом памяти на борту. Это совсем мало. И конечно это была флеш память. Поместить в Shuffle жесткий диск было невозможно. Ну, по понятным причинам. К слову, iPod Shuffle выпускался еще и с уклоном на спортсменов. А на тренировку длительностью в час-полтора хватит 30-40 треков. А значит много памяти, ну как будто бы и не нужно. В феврале 2005 выходит второе и последнее поколение iPod mini, в котором купертиновцы более чем вдвое подтянули время автономной работы. С 8 до 18 часов. А количество памяти выросло до 6 гигов. И это все изменения. Тут стоит отметить, что iPod mini не стал уж очень популярным. Ибо был все еще довольно большим. Из-за наличия жесткого диска. Тем более в том же 2005 Apple представила новую линейку плееров. И вот она уже наделала шума. Свет увидел iPod nano. Он был очень компактным. Но в то же время, в отличие от Shuffle, имел и дисплей и ClickWheel. Nano выпускался в трех модификациях. С одним, двумя и четырьмя гигами памяти. Помимо проигрывания музыки, iPod nano мог показывать изображение. Но на столь маленьком дисплее, по большому счету, это и не нужно. Но главное, что nano помещался в самый маленький карман джинсов. И жил от батареи до 14 часов. Если в нулевых у тебя был iPod nano, ты был крут. И я не шучу. Красивый, стильный, компактный, легкий и долгоиграющий плеер хотели очень многие. Окончание школы, поступление в вуз, первая серьезная любовь. Все эти важные этапы жизни многие люди преодолели с наушниками в ушах и с iPod nano в кармане. Но хватит ностальгии. Поехали дальше. Конец 2005 года. Выходит iPod пятого поколения. И это знаковое обновление для классического iPod. Во-первых, плеер научился воспроизводить видео. Во-вторых, после выхода обновления прошивки на iPod появились игры. В-третьих, плеер мог похвастаться внушительными объемами памяти. В топовой версии ставился жесткий диск на 80 гигабайт. Конечно, смотреть видео на дисплее в 2,5 дюйма это не лучший опыт. Но вы только задумайтесь. В iPod можно было закачать сотни полнометражных фильмов и тысячи клипов в портативный плеер в 2005 году. Двигаемся далее. iPod nano. Второе поколение. Его представили 12 сентября 2006 года. Максимальный объем памяти вырос до 8 гигов. Кроме того, изменились материалы корпуса. В первом поколении лицевая панель была пластиковая, а задняя металлическая. Корпус нового iPod nano целиком состоял из анодированного алюминия. Ну и еще появились новые яркие цвета. На этом изменения заканчиваются. В том же году выходит и второе поколение iPod shuffle. Корпус сделали металлическим. Появилось 5 ярких расцветок. Но главное, iPod стал крепиться к одежде клипсой. Кто-то в Apple все же додумался, что выпуская плеер для спортсменов, надо позаботиться о том, чтобы он не выпрыгивал из кармана во время интенсивных тренировок. Помните вот ту классическую рекламу с цветами? И еще из нововведений. Второй shuffle из-за малого размера не имел USB интерфейса. Он заряжался через мини-джек, совмещенный с док-станцией. Через этот же интерфейс заливалась музыка. Представьте себе, так можно было. В сентябре 2007-го выходит шестое поколение iPod. Он получает приставку Classic. Вероятно, уже тогда в Apple поняли, что эра плееров с жесткими дисками подходит к концу. Отсюда и приставка Classic. Выпускался плеер в трех вариантах. На 80, 120 и 160 гигабайт. Он работал до 40 часов от одного заряда в режиме аудио. И до 6 часов в режиме видео. Передняя панель шестого поколения была выполнена из алюминия. До этого был пластик. В 2009 году выходит новая ревизия плеера. Но технически это тот же Classic 6. Просто внутри стоял жесткий диск, произведенный уже по другой технологии. iPod Classic продавался до 2014 года. Пока не был снят с производства. Обязательно гляньте наше видео про этот легендарный плеер. К слову, даже сейчас, когда берешь iPod Classic в руки, он ощущается как нечто очень дорогое и качественное. Еще в детстве мне старшие говорили, если вещь тяжелая, значит дорогая. Да, кстати, какое-то время назад я обещал рассказать о главном недостатке всей классической линейки iPod в целом. Пришло время. Судьба не лишена иронии. То, что когда-то помогло возвысить плееры над конкурентами, спустя несколько лет стало тянуть их на дно. И имя этой тяжести – жесткий диск. Он слишком хрупкий. Одно падение даже с небольшой высоты могло стать последним. В 2001-м, конечно, риск повредить диск был точно такой же, но альтернатив по емкости носителей не было. А слоган гласил, как мы помним, «Тысячу песен у вас в кармане». Проходят годы, и флеш-память, которая почти не боится падений и занимает в десятки раз меньше пространства в устройстве, становится дешевле в производстве. По этой причине в плеерах росла доля и емкость таких накопителей, и в итоге жесткие диски должны были уйти из плееров. Вот и ушли. В том же 2007-м вместе с iPod Classic было представлено третье поколение iPod Nano. Тут Apple сильно изменила форм-фактор. Плеер будто приплюснули под прессом. Из удобного прямоугольника он стал почти квадратным, и это доставляло некий дискомфорт. Когда ты держал плеер в руках, «Клик Уилл» был слишком близко к нижней части iPod. Большим пальцем нужно было тянуться вниз, и не всем это было удобно делать. В то же время третий Nano получил двухдюймовый дисплей с разрешением, как у Classic, и несколько игр, снова как у Большого Брата. Вроде как обновление получилось проходным, но и это еще не все. 2007-й год выдался урожайным на яблоки, потому что представили первый iPhone, который и стал убийцей iPod, и да, объяснять шутки тупо, но все же. И хоть iPhone был анонсирован, как мы помним, как три в одном, телефон, iPod и интернет-коммуникатор, в том же году Apple выкатывает линейку своих новых плееров iPod Touch с огромным, по тем меркам, 3,5-дюймовым сенсорным экраном, разрешением 480 на 320 точек. Wi-Fi-модулем и мультитачем. По большому счету это первый iPhone, который сильно похудел и лишился модуля мобильной связи. Пользователям было доступно три варианта памяти, поначалу 8 и 16, а чуть позже и 32 гигабайта. Работал iPod Touch, как и iPhone, на iOS. Плеер позволял покупать приложение в App Store, ну и конечно туда уже было предустановлено приложение YouTube. В общем, iPod Touch стал классной мультимедиа платформой, или если перефразировать, айфоном и без симки. Музыка, приложения, игры и YouTube. В 2007-м конкуренты Apple ничего подобного предложить не могли, а дальше это и не было нужно. iPod Touch второго поколения вышел в сентябре 2008-го. Заметным изменением стал новый корпус из нержавеющей стали. Также были добавлены клавиши регулировки громкости и встроенный динамик. Да, в первом поколении Touch не было ни того, ни другого. В плеере не было клавиш регулировки громкости. Да, именно так. Вместе с ним был представлен iPod Nano четвертого поколения. Он снова получил обновление дизайна. На этот раз в лучшую сторону. Плеер опять вытянули, но немного округлили по бокам и добавили ярких цветов. Появился акселерометр и горизонтальный режим просмотра фото и видео. Максимальная память 16 гигабайт. Что для столь компактного плеера более чем. А весной 2009-го выходит третье поколение iPod Shuffle. И тут в Apple снова перемудрили. На корпусе вообще не было кнопок управления музыкой. Мало того, что нет дисплея, так еще мы у вас кнопки отожмем. Что дальше? Подумал я тогда. Будете продавать просто плату от плеера без корпуса? Сейчас мы с вами недовольны, когда нам не докладывают зарядные устройства и наушники в коробке с девайсами. А тогда забирали основные элементы корпуса. Переключать треки в третьем Shuffle можно было лишь пультом управления на наушниках. А сами песни озвучивал голосовой помощник. И это не то, чтобы классное решение. Зато сам плеер стал совсем крошкой. Он весил меньше 11 граммов. Столько же весит, например, 4 рубля. Третий Shuffle вышел в версиях на 2,4 гигабайта. Едем дальше. 2009 год и пятое поколение iPod Nano. Дизайн изменился не сильно, но немножко увеличили экран. А еще зачем-то добавили видеокамеру в суперкомпактный iPod. Зачем? Непонятно. Причем камера снимала только видео. Сделать фото было нельзя. В общем, Apple решила за нас, как мы будем использовать камеры. Справедливости ради скажу, что качество съемки было нормальным, по крайней мере для плеера, но это так себе оправдание. Вместе с пятым Nano в 2009 Apple выкатывает третье поколение iPod Touch. Обновление было минорным, дизайн не изменился, слегка подтянули производительность процессора и увеличили объем оперативной памяти со 128 до 256 мегабайт. Далее переносимся в 2010 год. Apple представляет четвертое поколение iPod Shuffle. Очередной редизайн. И, о чудо, нам вернули кнопки. И это все, что можно сказать про плеер. Это все тот же крошечный iPod без дисплея, преимущественно для спортсменов. Что-то убрали, потом вернули. Вот и все инновации. Топтание на месте. В том же 2010 выходит четвертое обновление iPod Touch. Плеер стал тоньше, но при этом получил рейтинный экран с разрешением 960 на 640 точек, как в iPhone 4. Под капотом довольно мощный на то время процессор Apple A4. В наличии сразу две камеры. И вот в этом плеере, в отличие от пятого Nano, они как раз были нужны для разговора в FaceTime и лучшем файлообменнике того времени. По итогу, iPod Touch 4 был прорывным продуктом для этой категории техники. Почти полная копия iPhone A4. Но в более тонком корпусе, с процессором Apple A4, iPod Touch тянул все доступные на тот момент игры из App Store. Что делало его уже не просто плеером, а еще и самой компактной игровой приставкой. Очень условно, конечно. Но играть на нем и правда было удобно. Удобнее, чем на четвертом iPhone, так как корпус намного тоньше и легче. Но и на этом сюрпризы от Apple в 2010 году не закончились. Компания представила iPod Nano 6-го поколения в совершенно новом дизайне. Изменилось все. Плеер стал квадратным, он лишился click-wheel, а экран стал сенсорным. При этом iPod имел клипсу, как младший брат Shuffle. Получился такой Shuffle на максималках. Плеер обзавелся новым интерфейсом. Иконки напоминали таковые в iOS, правда целиком на экране помещалась лишь одна. Но в целом пользоваться было удобно. А еще из iPod Nano 6 можно было сделать часы, чем многие и пользовались. Вообще это прародитель современных Apple Watch, если кто не знал. Для плеера продавались специальные ремешки. Силиконовые, кожаные и даже стальные. А сам плеер имел несколько вариантов циферблатов. И он был очень крутым. В нем, конечно, не было Bluetooth и приходилось пропускать кабель от проводных наушников через рукав кофты. Ну, к примеру. А если логично судить, ну какие беспроводные наушники в 2010-м? Тем более в массовом сегменте. Так что претензий на самом деле никаких. Все-таки плеер топовый. А у нас на очереди 2012 год и iPod Nano 7-го поколения. Тут дизайнеры вновь вернулись к классическому вертикальному форм-фактору. Плеер получил 2,5-дюймовый экран. Под ним расположилась небольшая кнопка Home, как в iPhone, а устаревший 30-пиновый разъем заменили на Lightning. А теперь Lightning как будто бы не устаревает уже 10 лет. В iPod Nano 7 появились модуль Bluetooth для подключения беспроводных наушников и приложения для прослушивания подкастов. В отличие от шестерки, на дисплее новинки умещалось уже 6 иконок. Но они почему-то стали круглыми. И больше таких иконок не было нигде. Где логика? Зачем надо было выбрасывать 7-й Nano из общей графической концепции дизайна Apple? Возможно, потому что в 2012-м было уже очевидно, что покупать плеер отдельно становится, ну, совсем не нужно, учитывая наличие айфона. И срочно надо было чем-то его выделять. В том же 2012-м году вышел iPod Touch 5-го поколения. У плеера подросла диагональ экрана до 4-х дюймов, причем теперь это был ретинный экран с разрешением 1136 на 640 точек. Оперативная память увеличена до 512 мегабайт. Под капот iPod'а заехал процессор Apple A5, точно такой же, как в iPhone 4s. А задняя камера стала снимать видео в Full HD. Пятый iPod Touch получил несколько ярких цветовых раскрасок. А еще на корпусе было крепление для ремешка. И тут интересно, вроде бы, ну кто будет носить iPod на ремешке? Но когда в следующем поколении это крепление пропало, появилось странное ощущение, что тебя чего-то лишили. Вот так интересно работает наш мозг. Не хотел ты есть что-то ложкой, а когда сказали, что с этого момента использовать ложку тебе уже нельзя, уже сразу хочется есть ложкой. Перемещаемся на три года вперед. На дворе 2015-й. Компания SpaceX в то время научилась осуществлять управляемое приземление ракеты-носителя Falcon 9. На большие экраны спустя 10 лет после мести ситхов вышла новая часть «Звездных войн». Лучше бы не выходило. А «Ведьмак 3. Дикая охота» стал лучшей игрой года. И вот на фоне этого великолепия выходит ничем не примечательный iPod Touch 6-го поколения. Вообще ничем не примечательный. Почти все обновления под капотом. У нас новый процессор Apple A8, вдвое больше оперативки, теперь это гигабайт и немного улучшенная камера. И по большому счету это все. Нет, вру, iPod Touch получил розовый цвет. Настоящие новоцы. Ну а если серьезно, за столько лет с релиза первого iPhone'а в Купертино так и не смогли придумать что-то новое. Явную причину покупать iPod при наличии iPhone'а и тонны других смартфонов, порой с реально классными цапами и звуком. Раньше выкатывали уникальные iPod'ы раз в год, но чем дальше развивались смартфоны, тем менее нужным становился iPod. И казалось бы, можно было адаптировать железку для аудиофилов, которые сейчас покупают либо китайские плееры с отвратительной начинкой кроме ЦАПа, либо дорогущие и нормальные, но не смогли или не захотели. В середине десятых рынок iPod'ов стагнировал и с каждым годом все сильнее и сильнее. Последнее обновление iPod'а Touch было в 2019 году. Нам показали седьмое поколение. Плеер оснастили процессором A10 Fusion и оперативкой на 2 гига. Максимальная емкость памяти выросла до 256 гигов. И все, с момента выхода прошлого поколения прошло 4 года, а нам показали абсолютно тот же Touch. Неудивительно, что продажи плееров Apple продолжили падать. Она и сама на них откровенно забила. Ставьте лайк, если хотите видео обо всех таких продуктах, которые Apple создала и по какой-то причине сама же и убила. Правда, причина стагнации плеера заключалась не только в отсутствии инноваций. С 2015 года сильно изменился и сам музыкальный рынок. Но подготовка к так называемой революции началась сильно раньше, в стенах Apple. И вот мы снова перемещаемся во времени, только теперь уже назад, в 2001 год. Глава 4. Музыкальная революция. В переделе рынка музыки чуть ли не главную роль сыграл медиаплеер iTunes. Стив Джобс представил его за 10 месяцев до появления первого iPod'а на презентации новых продуктов Apple. Macworld Expo 2001. Именно там он и заявил, что сейчас произойдет музыкальная революция. По словам Джобса, до появления iTunes'а слушать музыку было неудобно. Пользователям приходилось вручную создавать плейлисты и переносить mp3 файлы с дисков в память плееров. iTunes же сразу разбивал вашу музыкальную коллекцию по категориям и упрощал создание плейлистов. Опять же, по мнению Джобса. Потому что меня, например, да и некоторых из вас уверен, iTunes всегда только раздражал. Но любовь к самим девайсам вынуждала его терпеть. Вероятно, во время презентации Джобс просто готовил нас к появлению продукта, который будет жестко привязан к iTunes'у. Так и получилось. Закачать музыку на iPod в обход приложения было нельзя. Позже появились неофициальные прошивки, которые позволили кидать музыку на iPod, как на флешку. Ну а сейчас не об этом. Сейчас о том, как жесткий контроль над контентом вывел музыкальную индустрию из кризиса. В начале 2000-х пиратство тянуло на дно многие цифровые сервисы по продаже музыки и звукозаписывающие компании. Казалось бы, бороться с ним было решительно невозможно. Но тут решение проблемы предложил Стив Джобс. В 2003 году Apple запустила iTunes Store. Магазин музыки встроили в плеер iTunes. Это было намного удобнее, а заплатить несколько долларов за любимый альбом или центов за трек на Западе оказалось вполне даже приемлемым вариантом. Да, компания сделала ставку не на покупку альбома целиком, а на возможность приобретать треки по одному. Например, только хиты, которых, наверное, в каждом альбоме абсолютное меньшинство. Конечно, купить пластинку целиком было тоже можно, но первая опция, которая позволяла сильно сэкономить, выстрелила гораздо сильнее. Так вот, за первые 18 часов после запуска iTunes Store Apple продала около 275 тысяч песен. За неделю аж миллион, а к сентябрю того же года 10 миллионов. Всего за первый год было реализовано аж 70 миллионов песен. Просто невероятные цифры. В 2005 году появилась возможность покупать фильмы и сериалы, причем при желании тоже по одному эпизоду. И вместе с этим началось превращение iTunes из медиаплеера с простым интерфейсом в тяжелую программу, перегруженную функциональностью. Тогда Apple решила вывести плеер и магазин музыки в отдельное приложение. И в конце 2014 года яблочная компания покупает Beats Electronics и стриминговый сервис Beats Music. На его основе был создан уже известный нам Apple Music. Сервис стал доступен в 2015 году. В то время продажи айподов уже падали не первый год, учитывая ту же функциональность в айфонах. А уж с выходом Apple Music, когда у тебя на смартфоне есть классный стриминговый сервис, с вполне себе приемлемым качеством, потребность в отдельном плеере просто отпадает полностью. К слову, забегая наперед, это был первый официально доступный музыкальный сервис в России. Это одна из причин его популярности у нас. Мы сравнивали его с другими музыкальными сервисами, вот здесь, и там очень интересные результаты. Гляньте обязательно. Но вернемся к теме айпода. Отсутствие какой-либо жизненной потребности в нем понимали и в Apple. Думается мне, что последние 7 лет компания выпускала айпод уже по инерции. Все-таки это огромная часть истории Apple, которую рубить с плеча не стали. Тем не менее, в мае 22-го стало уже настолько незачем выпускать айпод, что даже Apple уже не смогла понять, зачем ей дальше это направление. Эпилог. Ух, долгим получился ролик, но все же ушла эпоха. Мелочиться тут было нельзя. Подведем итог. В 2001 году несколько человек решили перевернуть игру. Это Энтони Фадел, Джон Рубинштейн, ну и, конечно, Стив Джобс с Джонни Айвом. Им это удалось. Мир увидел классные, красивые, качественные устройства для прослушивания музыки. И не только. Которые действительно хотелось покупать и хотелось дарить другим. Год за годом мы получали новую порцию ярких эмоций от использования гаджетов. И с удовольствием отдавали за это свои деньги. Какие-то модели айподов, конечно, оказались проходными. Но большая часть стала успешной и принесла Apple миллиарды долларов. Однако в последние годы миром стали править сервисы. В том числе и музыкальные. И все они в твоем смартфоне, который даже до них тоже умел работать с iTunes. А с их приходом так и вовсе добил плееры. Каким бы фанатом ты не был, сколько бы моделей айподов не лежало у тебя дома на полке, сейчас чаще всего из дома ты выходишь только с телефоном. А значит уход портативных плееров был просто неминуем. И еще, я тут вот что подумал, смартфоны уже уничтожили рынок недорогих камер, диктофонов, автомобильных навигаторов и, как мы сегодня выяснили, аудиоплееров. Интересно, что же дальше на очереди. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте царский лайк за такой длинный и подробный ролик. Подписывайтесь, наконец. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро. Всем спок. Пау. Продолжение следует.